Добрый день, меня зовут Агал Маркель, и я директор Института иммуно-онкологии в Шебе. Спасибо за приглашение выступить на тему иммунотерапии метастатической меланомы в 2020 году. Это информация о возможном конфликте интересов. Презентацию спонсирует Биомета. В течение многих десятилетий мы лечили метастатическую меланому в основном декарбазином и интерлекином-2. И это очень токсичное лечение, тем не менее примерно 5% пациентов исцелялись. Однако появилась иммунотерапия, и она годится для лечения не только меланомы, но и других видов онкологии. В это десятилетие была революция иммуно-онкологии, и мы очень многого достигли. Это стало стандартом лечения в онкологии. Эплимобаб в сочетании с декарбазином продемонстрировал эффективность рандомизированных исследований. По сравнению с просто адекарбазином. Вот две кривые. Уже 10 лет назад была сделана публикация, и мы видим гораздо более высокую выживаемость. Буквально вдвое более высокую. С эплимобабом. Вот анализ выживаемости за период времени. Если есть выживаемость в течение трёх лет, то это, скорее всего, излечение полностью. Дальше идёт излечение уже на 10 лет, и уже есть сведения о 15-летнем наблюдении выживаемости без рецидивов. Первое лекарство уже доказало свою эффективность. В третьей фазе исследовано, хронизировано. Но этого, как всегда, недостаточно. И у нас появилась анти-ПД-1 терапия. Целая серия публикаций была опубликована. И анти-ПД-1 продемонстрировал ещё более высокую клиническую эффективность. Вот результаты двух основных исследований CM-66 и КН-006 в качестве лечения первой линии и лечения запущенной стадии. В обеих случаях анти-ПД-1 продемонстрировала более высокую эффективность лечения и большую общую выживаемость по сравнению с предыдущими стандартами лечения. Теперь про долговременное облюдение, 5-летние в частности. Здесь, опять же, цифры показывают, что как общая выживаемость, так и выживаемость без рецидивов. Безрецидивная выживаемость гораздо выше. Более 40% пациентов имеют выживаемость в 5 лет. И это огромная разница по сравнению с бывшей традиционной терапией. В контексте биологических видов терапии, как мы и ожидали, пациенты, получавшие иммунотерапию после получения ингибиторов, имеют лучшие результаты по сравнению с иммунотерапией первой линии. Вывод такой ПД-1 блокады даёт чёткие и долговременные результаты, весьма устойчивые, очень хорошая клиническая эффективность. Все знают, что у лекарства очень хороший профиль безопасности. И одно из свойств – это возможно прекратить лечение без наступления прогрессирования на достаточно долгий период. Прекращали лечение. Количество пациентов в этом исследовании было 104 после двух лет терапии по протоколу. Прекращали лечение. Несколько лет назад это было сделано. И эти пациенты продолжали демонстрировать контроль заболевания без дальнейшего прогрессирования, несмотря на непродолжение активной терапии. Вот те же 103 пациенты, недавние уже результаты и уточнённые. Там были разные варианты пациентов с полным ответом, с частичным ответом и со стабилизацией заболевания. Вот, посмотрите, более 85% два года, более 98% пациентов с полным ответом были живы. Вот материалы, которые недавно были представлены для публикации. Здесь проанализовались 106 пациентов с статической малономой, 6 месяцев терапии, как минимум и 2 года после прекращения терапии. Прошло, это было критерием включения. Вот данные по общей выживаемости и безрецидивной выживаемости. Какая-то часть пациентов прогрессировала, но выживаемость без прогрессирования весьма была высокая. Это сведения Карла Рабео. Более 92% пациентов с полным ответом были без прогрессирования. А вот общая выживаемость, большая часть пациентов были живы через 2, 3 и 4 года после прекращения терапии. И затем идет уплощение кривой. Также мы в Элло-институте проводили исследования, конечно же, хотели ответить на вопрос. А если все-таки рецидив есть, можно ли возобновить иммунотерапию? Да, это возможно. И в более чем третий случай был достигнут второй полный ответ. Это больше 33%. Такие же результаты есть и у других исследователей. Итак, терапию можно остановить, причем безопасно, с возможностью возобновить ее далее в случае рецидива. Следующий важный вопрос – а сколько времени лечить? Мы старались учесть все плюсы и минусы, степень опасности. Итак, все-таки минимальный срок лечения – это 18 месяцев, а оптимальный период – от 18 до 24 месяцев. Но между 18 и 24 месяцев разница невелика. Это оптимальный период времени лечения. Теперь особые подгруппы населения. Мы обратили внимание на пожилых пациентов возрастом свыше 80 лет. Вот интересная публикация прошлого года. Мы были удивлены, обнаружив, что пациенты, которым за 80, на самом деле отвечают даже лучше на терапию, чем молодые. У них от 70 до 75% достигли либо полного, либо частичного ответа без дополнительной токсичности. Это появляются новые стандарты онкологического лечения для пожилых пациентов. И я напоминаю, что это те пациенты, которым нельзя было лечить по старым стандартам. Химиотерапия им не подходила или другие методы. И как лучше сочетать CTLA-2 и PD-1 с точки зрения науке? Это понятно, потому что CT расширяет спектр действия клеток, а PD-1 эффект функций усиливает. Рандомизированные исследования CM067 двойное. Слепую третью фазу. Все это проверили. Что касается уровня ответа. ИПИ плюс НИВА – это лучше, чем просто НИВА. Где-то 45 и 60%, соответственно. Что касается общей выживаемости и безрецидивной выживаемости. Кривые явно за себя говорят. И ИПИ лучше, чем НИВА. Лучше всего сочетание НИВА и ИПИ. ИПИ – явное улучшение при сочетании. Однако, с точки зрения статистики, необходимо помнить, что есть разница между ИПИ-НИВА и НИВА. А есть еще и разница между ИПИ-НИВА и просто ИВА. И эта разница самая большая. Теперь, зависимость результатов лечения в зависимости от типа АБРАФ. Либо дикого типа, либо мутированного типа. Проблема с ИПИ-НИВА была всегда токсичность. А НИВА и ПД-1 монотерапия – это очень безопасное лечение. Там только 8% прекращение лечения из-за побочных явлений. И где-то 15-20% из-за токничности. ИПИ-НИВА где-то треть пациентов прекратила лечение из-за нежелательных явлений. А 60% страдали из-за токсичности третьей и четвертой степени. Тем не менее, прекращение лечения не влияет на клинический результат. И вот что интересно. Возникает вопрос. Пациенты, которые продолжают получать клиническое улучшение или пользу без получения какого-либо лечения, после прекращения лечения. Это называется выживаемость без лечения. Посмотрите на эту выживаемость. На НИВА плюс ИПИ – это голубой цвет, где-то треть. После прекращения лечения продолжается клиническое улучшение, клиническая польза. В то время как, если использовать только НИВА, то здесь только четверть пациентов, даже меньше, сохраняют клиническую пользу после прекращения лечения. Теперь давайте посмотрим на реальные данные из баз данных в Соединенных Штатах. Это респективный анализ реальных данных. Из баз данных – там где-то 254 пациента. Посмотрите на факторы, ассоциированные с ответом на терапию первой линии. Опять же, это сочетание в первой линии более эффективно. И клиническая эффективность для пациентов выше. Теперь давайте посмотрим на параметры эффективности. НИВА плюс ИПИ – это 50% ответа во всех клинических исследованиях. И оно более эффективно, чем просто НИВА, как с точки зрения БРВ, так и ОВ – общей выживаемости. Здесь использовались базы данных без перспективной рандомизации. Однако результаты весьма многообещающие. Эти данные в реальной практике подтверждают теорию. Анализировали наши когорты. 160-170 пациентов были прооплечены по сочетаниям ИПИ-НИВА. Общий ответ – 48. 60% для пациентов первой линии наивных пациентов и 25% для случаев запущенного рака. И все это неплохо. Затем мы рассматривали характеристики пациентов, ассоциирующиеся с уровнем ответа на ИПИ-НИВА. Мы обнаружили факторы, которые уже известны. Низкий LDH, низкая нагрузка заболевания, первая линия. И все это ассоциируется с ответом. Кроме того, две или более комбинации курсов тоже ассоциируются с уровнем ответа. Теперь мы отдельно посмотрим БРВ и ОВ первой линии и линии лечения запущенных случаев. В любом случае первой линии мы наблюдали 5-6-7 лет результаты, такие же, как в клинических исследованиях. Затем мы распределили ответ пациентов на пациентов с полным ответом, с частичным ответом. Опять же, и на полный, и на частичный ответ результаты весьма хороши по общей выживаемости. И очень важно, если прошло 2-2,5 года, то кривая спрямляется, причем это касается практически всех категорий пациентов, и с полным, и с частичным ответом. В нашей когорте около 60% пациентов страдали от токсичности, и мы смотрели разные виды токсичности и время их наступления. Респираторные, сердечные, гепатиты снизу ранее наступающие, а более поздние наступающие виды токсичности в основном неврологические, эндокринные и ревматологические. И как в нашей когорте и в других когортах, пациенты, которые страдали от токсичности, однако их результаты не ухудшались, и они все-таки продолжали. Лечение без какого-либо прерывания, мультиволерантный, вариантный анализ, очень хорошие коэффициенты здесь наблюдаются, ранние линии, лечение количества комбинаций терапии, и, конечно же, ответ ассоциируется с более низкими шансами, дальше неразборчивый звук, простите. Итак, эпенива, вывод, это, конечно же, великолепный новый стандарт лечения метастатической меланова. Иммунотерапия, эпенива. АБЦ, а испытания, ассимптоматические метастазы мозга. Здесь, опять же, наблюдается, что сочетание эпенива лучше, чем все остальное. Еще одно исследование CM214, когорту А. Мы изучали с ассимптоматическими метастазами. Интракраниальный и экстракраниальный уровень ответа был такой же, как представлено при лечении в исследовании номер 067. Ответ очень неплохой. 75% пациентов были живы через 18 месяцев. Итак, эпенива – это хороший вариант терапии для пациентов с симптоматическими метастазами мозга. Итоги. Иммунотерапия – это важный стандарт лечения для метастатической меланомы. Он предлагает хороший уровень ответа, длительную эффективность и удлинение общей выживаемости. Кроме того, лечение можно прекращать. Это очень хорошее, эффективное и безопасное лечение для пожилых пациентов. И лечить монотерапию, или это должна быть комбинация, еще пока не ясно. Это зависит от клинических параметров. Нужно этот вопрос изучать. И, кроме того, это лечение эффективно против метастаза мозга. Пока что понятно, что непонятно. Слева понятная. Хорошая кинетика. Хороший уровень ответа. Кроме того, дает долгосрочный эффект. Можно прекращать это лечение. Для пациентов с диким типом БРАФ – это, пожалуй, единственный вариант лечения, который на данный момент имеется. Что еще пока не ясно, сколько времени лечить. Мы считаем от 18 до 24 месяцев. Это оптимальный период. Монотерапия, либо комбинированная. В нашем институте мы все-таки за комбинацию лечения, не монотерапии. Однако, наверняка, есть субпопуляции, которым показана именно монотерапия. Например, пожилые пациенты. Пациенты с какими-то сопутствующими заболеваниями, с серьезными аутоиммунными заболеваниями, либо с трансплантацией органов. Возможно, реиндукция после прогрессии, после остановки – это возможно. И шансы на ответ – 30-40%. Еще пока непонятно, какова лучшая последовательность, с чего начинать – с ИО или с таргетной терапии. Это нужно еще выяснять по поводу мутирного типа. Нужны больше исследования. И последнее. Есть пациенты с первичной резистентностью к иммунотерапии. Особенно пациенты с диким типом БРАФ. Но для таких пациентов нам нужно ожидать развития еще более новых технологий. Однако, есть уже свидетельства. На прошлом ЭСМО это было объявлено, что комбинация PD-1-облокады плюс TKI дает очень неплохие результаты. Варианты терапии для пациентов с резистентностью первичные. На этом заканчиваю. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.